Любители полноприводных автомобилей и активного отдыха решили оригинально встретить Масленицу. Электрогорский клуб внедорожников «Элгорск 4х4» организовал настоящий праздник для тех, кто всерьез увлекается бездорожьем и машинами, предназначенными специально для него. Я всех предупредил на брифинге, что это в первую очередь праздник для детей, для души, для весны и всего прочего. Погода нам вроде способствует, потому что обещали дождик, обещали снег, но его нет. Снега действительно не было. Было море грязи, по которой очень соскучились участники заездов. Несколько десятков экипажей на автомобилях базовой и подготовленной комплектации заявили свое участие в прохождении трасс разной сложности. Были гости из Балашихи, Одинцова, Жуковского, Электростали, Павловского Посада, Орехово-Зуева и, конечно же, из Электрогорска. Участником мог стать любой водитель зрителем, любой переверженец активного отдыха на природе. Супер, адреналин просто прет вообще, ну, слов нету. Трасса огонь. Есть отличная поговорка «мужчина-голова, женщина-шея». Ну, вот так и здесь, казалось бы, в чисто мужском виде отдыха или спорта, смотря как посмотреть, пилот зачастую мужчина, а штурман – женщина. И слабый пол болеет бездорожьем не меньше сильного. И серьезные мероприятия, соревнования выигрываем, и по мелочи. Как раз седьмого только вот третье место взяли. Перед 8 марта подарок себе сделали. Вот приехали сюда отдохнуть, на маслянице тоже покататься. А с чего вообще решила заниматься таким вот интересным делом, но необычным для женщины? Скучно. Дома скучно. Людмила не только штурман, она еще и отличный пилот. Не раз она оставляла соперников далеко позади, занимая призовые места в спринте или ориентировании на время. Когда ты понимаешь, что у тебя уже восьмой час гонки, ты забираешь последнюю точку, надо вернуться успеть в лагерь. Вот там такой адреналин. Приезжаешь и понимаешь, что ты еще и в призах. Впицаться во все повороты, не сделав откатов, не зацепив вешки, не разорвав сигнальные ленты. Ну вот задача для водителя и штурмана. В программе были такие дисциплины, как драг-рейсинг, целина, спринт и слепое вождение змейкой. Одной из дисциплин на этом фестивале является змейка вслепую, где водитель надевает вот такой вот шлем, абсолютно не видит трассу, а ексимум помогает штурман. Так как мероприятие приурочено к мастнице, здесь не обошлось без конкурсов для взрослых и детей. И конечно, зрители и участники заездов могли подкрепиться блинами или ароматным шашлыком, обсудить свои прокаты, ошибки, оснащение железных коней. В планах у организаторов превратить подобное мероприятие в настоящий областной фестиваль. Но что точно известно, на следующее соревнование, которое будет устраивать клуб, приедет еще больше гостей. Ведь теплая атмосфера и радужный прием электрогорцев располагают к себе всех.